Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели!» Третий сезон начался на редкость удачно, и продолжать мы планируем в том же духе. Как и раньше, мы не будем пытаться уместить в один выпуск все номинации, зато показывать будем самые интересные и захватывающие бои. И начнём, как водится, с разогрева. Сегодняшний разогрев начнётся на Малиновке, где временами происходят совсем невообразимые вещи. Наш герой на Т-71 ещё во время отсчёта проанализировал расклад сил, прикинул возможные действия противника, составил план и тщательно всё взвесив, зажал кнопку W и лихо вылетел в поле. Да, операция свечу по центру начинается, и все мы прекрасно знаем, чем это обычно заканчивается. Но наш стратег почему-то жив. По нему промахиваются, в него попадают без урона, на него даже не всегда обращают внимание. Он просто ездит и стреляет. Его могли, нет, его должны были убить уже сто раз. Но он всё ещё светит, враги всё ещё умирают, а союзники живут. Собственно, он так и катается до самого конца боя, и вся его команда также доживает до конца. Полный разгром, и мы не можем объяснить, как это вообще вышло, но на всякий случай предупреждаем — не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Разогрев продолжается уже на перевале, где тоже происходят воистину загадочные вещи. ФЦМ-50Т, немного повоевав наверху, спускается к воде и замечает неподалёку Т-71 с четвертью прочности. «Надо добрать!» — решает француз. Но первый снаряд попадает в башню союзной «Тройки». Ну и ладно, сам виноват, сведение, выстрел… Мимо? Ладно, ВБР шалит, теперь уж бьём наверняка. Сведение, выстрел… Да ладно, под днищем? Хорошо, торопиться некуда. Сведение… Но тут Т-71 наконец-то изволил обратить внимание на наглого тяжа и… просто поджёг его. И да, следующий французский снаряд тоже не попал. Ещё и боеуклад пожаром повредило. Ну и скажем спасибо вражескому ИС-3, который и прекратил страдания разогретого француза. И завершает сегодняшний разогрев 54-ка. Не знаю почему, но этого игрока прямо тянет к воде. А после первой же стычки он и вовсе устраивает в танках филиал World of Warships. А вот и гости. Всё тот же вражеский таракан. Отвернув башню для повышения аэродинамики, он лихо ныряет в холодную реку, но по пути выхватывает снаряд в борт и загорается. Да так сильно, что не гаснет, даже скрывшись на глубине. Горячий парень. Следующая 54-ка спускается к воде осторожнее, но наш герой лучше знает, как воевать в условиях повышенной влажности, и без особого труда разбирается с неприятелем, после чего цинично спихивает противника подальше. Следующий ныряльщик предпочитает прыжки с трамплина, но результат предсказуем. Четвёртый пловец успевает только намочить стволы гусеницы, прежде чем загореться, нахватать урона, а потом и вовсе лопнуть от артиллерийского снаряда. И, наконец, последний участник заплыва — ИС-7. Сразу видно — опытный морской волк. От берега не отходит, утопить себя не даёт, порох не мочит. Но, в общем-то, и не надо — и так шапками закидают. Ополоснувшись напоследок, наш герой отправляется на сушу, а мы переходим к номинациям. Защитником этой недели стал игрок с ником Кобра 001. Обычно победитель в этой номинации удивляет нас чем-то в конце боя. Но наш герой решил с самого начала вводить противника в замешательство нестандартными решениями — в первую очередь необычным выбором позиции. С помощью союзника Т-62А забирается на очень удобную возвышенность, с которой долго и методично расстреливает всё враждебное в пределах видимости. Сражение идёт на равных, но гости с другого фланга начинают захват, а значит, пришло время оказать им тёплый подкалиберный приём. Дерзкий Маус, немного посопротивлявшись, отчаливает в ангар. Едва 62-й находит новую цель, как приходится снова заняться обороной. Полумёртвый ИС-7, конечно, особой опасности не представляет, зато снаряд 268-го объекта серьёзно огорчает СТ-шку. 62-й пытается быстро развернуться и дать сдачи, но досадный промах, и ПТ скрывается за горкой. На Т-44 надежды немного, слишком мощны вражеские орудия, так что придётся тащить самому. Неожиданная встреча с Ягдпанцер Е100 едва не заканчивается трагедией, но тут в дело вступает ВБР. Сначала немецкий крупнокалиберный гостиниц отправляется прямиком в гусеницу, а потом ПТ и вовсе вспыхивает от меткого попадания. Понимая, что исход боя решится в кругу базы, наш герой возвращается назад и принимается за дело. Сперва даёт кумулятивный щелбан 268-му. Затем предусмотрительно идёт в обход и, наконец, отправляется соперника в ангар, проявив чудеса реакции и точности. Остаётся разобраться с американцем. Грамотный засвет, попадание, выиграно ещё немного времени, но переть в лоб нельзя — Т-62 и так уже разваливается на ходу. Нужно маневрировать и искать другие пути. Отсюда? Нет. Отсюда? Да, прямо в лючок, но и это ещё не победа. Выстрел, и у Т-95 остаётся досадная единица прочности. До конца боя считанной секунды решать надо быстро — всё или ничего. Всё — решает наш защитник и отправляется на последнюю дуэль. Американец рушит снарядом забор, теперь нужно не промазать — да! Лючок не подвёл и во второй раз. Т-95 заканчивает свой долгий путь, а Кобра 001, назбивавшая аж 339 очков захвата, зарабатывает победу, золото и звание защитника этой недели. Победителем в номинации «Воин недели» становится игрок с ником «Даниссимус» на седьмом иссе. Бой начинается, и взводные семёрки, прихватив с собой Т-34, отправляются объезжать маяк, чтобы помочь союзникам с фланга. Задумка хорошая, за исключением одной досадной мелочи — помогать-то некому. Прошло всего две с половиной минуты, а счёт уже 0-7. Значит, пора переходить к плану «Б» — тащить бой самим! Зазевавшийся американец быстро лопается под сфокусированным огнём, а за ним АМХ-13-75 отправляется в лучший из миров. М103 достаётся союзнику, но наш герой не унывает и уже приценивается к прячущемуся за камнем Е-75. Тот не торопится выходить в лобовую, так что ИС решает отправиться в ближний бой. Немец сопротивляется изо всех сил, но уехать от этого камня ему уже не суждено. К сожалению, вражескую команду это не сильно расстроило, и стрелять от горя они не перестали. Так что вскоре наша боевая троица осталась совсем без поддержки. Но и отчаиваться рано — позиционное превосходство позволило семёркам быстренько забрать сразу двух оппонентов. И хотя 268-й объект сумел застать нашего героя врасплох, рикошет вряд ли можно считать успехом боевой операции. А вот союзникам повезло меньше, и Данисимус остаётся в гордом одиночестве против восьмерых. Решив не испытывать судьбу и рациональность наклона брони второй раз, ИС отправляется за советской самоходкой и забирает её прямо на перезарядке. Затем, не давая арте толком свестись, семёрка ныряет под гору и тут же сходу выдаёт Маусу билет в ангар. Останавливаться на открытой местности нельзя ни в коем случае, так что наш герой мчит вперёд, между делом нанеся ИСУ четыре сотни урона. Игнорируя вражеские выстрелы и взрывы артиллерийских снарядов, Семёрка заезжает за камень. Противники лезут со всех сторон, но Данисимус хладнокровно отправляет в них снаряд за снарядом. Припугнуть ИСУ, добить Ягдтигра, добить Лору и сразу под скалы, пока фугас не прилетел. Ситуация патовая. Первым нападать никто не торопится, так что ИС потихоньку откатывается назад. Неожиданный засвет заканчивается обменом непробитиями и снова наступает напряжённое ожидание. Поняв, что скоро эта позиция перестанет быть безопасной, наш герой на всякий случай проверяет ближайшие кусты и решает пойти в обход. Неожиданно загорается лампа и следом взрыв ломает гусеницу. Свестись и выстрелить по наглой артиллерийской рубке нет времени, нужно быстро чиниться и двигаться дальше. Подъём в гору. Вот ИСУ-14-2, который тут же гибнет, а левая гусеница снова впитывает весь урон от взрыва. Засвечивается ещё одна арта, но забрать её сходу не удаётся, а на раздумья нет времени. Противник решил не рисковать и захватить базу, так что надо возвращаться. Аккуратный засвет через кусты и снайперский выстрел в самый краешек рубки ИСУ. Остаётся всего две арты, но праздновать победу рано. Где-то там продолжает захват 212-й, а француз и вовсе притаился поблизости. А вот, кстати, и он, но развернуться и выстрелить, а ИМХ-13-F3 не успевает. Семёрка перезаряжается быстрее. Осталось самое трудное — найти и убить последнего противника раньше, чем он захватит базу. Скорее на пригорок, ничего не видно, время на исходе. Тяж скатывается вниз по склону, но кажется, сражение проиграно, ведь база захвачена. Но тут жадный артиллерист самоуверенно стреляет по нашему герою и выдаёт свою позицию. За доли секунды до завершения боя ИСУ успевает уничтожить наглеца и вырвать победу из рук вражеской команды. Таким и должен быть настоящий воин. 11 фрагов, куча медалей, стальные нервы и способность идти до конца, несмотря ни на что. Поздравляем! В этом выпуске в номинации «Снайпер недели» мы решили показать вам небольшой топ из трёх мастерских выстрелов вместо одного длинного реплея. Третье место досталось советской самоходке Су-152. Да, с этого бревновёта тоже можно стрелять точно, но для начала нужно выбрать хорошую позицию, как следует прицелиться, попросить удачи у ВБРа и на выдохе послать снаряд в цель. Хорошая статистика и красочные фейерверки из боеукладов обеспечены. Ну мало просто метко стрелять по противнику издалека. Нужно уметь предсказывать действия врагов, чтобы наносить удар неожиданно и точно. Так, 261-й объект в самом начале боя на Священной долине, не дожидаясь света от союзников, решает воспользоваться собственным опытом и артиллерийским чутьём. Он сводится на популярный маршрут движения тяжей, замечает сломавшийся сарайчик, прикидывает, где может двигаться колонна вражеской техники, подбирает упреждения и без лишних колебаний отправляет снаряд в предполагаемую цель. И расчёты оказываются верными! Гусь отправляется в ангар, не побыв в бою и минуты. Так что можно понерфить хорошую арту, но не хорошего артовода. И, наконец, первое место и звание снайпера недели достается игроку с ником «Дамагер 130 мм» на 268-м объекте. Мы уже выяснили, как стать хорошим стрелком, но чтобы носить гордое звание снайпера, нужно совершать невозможное. Вражеская «семёрка» надёжно спрятана за обломками техники. Трудно даже выхватить прицелом силуэт танка, не то что пробить его наклонные бронелисты или башню с такой дистанции. Но наш герой знает, как убить того, кого убить нельзя. Он заряжает фугас, сводится под остов вражеского Т110Е4 и отправляет снаряд точно под днищем. Попасть в самого ИСа даже не требуется. Взрыва хватает, чтобы снять три с лишним сотни прочности и отправить тяжа в ангар. Отличная работа! И, наконец, пришло время нашей главной номинации — лучшие реплеи недели. В этот раз победила «Дружба». Не в том смысле, что ничья, а в смысле — слаженная и грамотная работа Е50 и Т54. Но обо всём — по порядку. У средних танков на «Жемчужной реке» в начале боя не очень-то богатый выбор направления для атаки. Вот и наши герои, недолго думая, решают продавливать холмы, пока тяжи будут толкаться в ущелье перед мостом. И тут немец совершает загадочный выстрел в мельницу. Зачем? Может, это древний ритуал, приносящий удачу в бою? Или секретный способ настроить ВБР в свою пользу? В любом случае, скоро узнаем. А вот и первые жертвы. Ну, то есть противники. Самоуверенность губит Т71. Пробить «54» в лоб ему явно не под силу, так что погибает он впустую. СУ-101 и СУ-122-44 сопротивляются, конечно, получше, но и им не удаётся надолго задержать наш взвод. Добив серьёзно пострадавшую в дорожно-танковом происшествии самоходку, СТшки устремляются дальше. Кстати, как там дела в ущелье? Понятно. Тем временем первый серьёзный противник — вражеский таракан. Но не слишком удачная позиция и сбитая гусеница сводят на нет все преимущества этого танка. Итог предсказуемый — на металлолом. А следом за ним начинает стремительно рассыпаться и ИС-8, но всё же успевает спрятаться. Между делом в ангар отправляют заскочившего на огонёк девяностика. Да и Т-25-2 надолго не задерживается. Помня о своей чудовищной для СТ массе, Е-50 решает использовать оружие героев, практически переезжая тяжа. Ещё один смертельный тычок — и СТ тут же прячется за обломками, ловко закрывая уязвимый нижний бронелист. Даже Т-30 не успевает сразу уничтожить окопавшегося немца, а права на второй выстрел уже не остаётся. Но как же дела в ущелье? Интересненько. Тем временем наш карающий взвод с восьми фрагами на двоих добрался уже до подступов к вражеской базе. Е-50 оставляет КВ-4 своему товарищу и принимается раздавать урон обороняющим мост соперникам. Первым выхватывает Т-29, потом разок в землю для устрашения, и пока немец занимается пальбой на дальние дистанции, 54-ка успевает набить ещё три фрага. Взвод уничтожает противников настолько стремительно, что я даже не успеваю толком объявлять всех пострадавших. Исход боя уже понятен. У противников осталась последняя арта. Но вот кому же она достанется? Все бросаются за несчастным противником. ГВ Тигр П палит наугад, а быстрая французская ПТ уже взбирается на горку. Неужели отнимут? Е-50 успевает выстрелить, но М-40 выживает. Забираться самому не выходит, и тут на помощь приходит товарищ. Немец наконец берёт неприступную высоту и зарабатывает последний фраг. Победа! Да, выстрел в мельницу в начале боя определённо принёс удачу. Да такую, что ребята просто убили всю вражескую команду. Отличный бой, который лишний раз доказывает, что сила в единстве. И однозначно это лучший реплей недели! Поздравляем! Ну и на этом у меня всё. В описании вы найдёте ссылку на видео «Как попасть в ЛРН». С нетерпением ждём ваши реплеи и, конечно же, отзывы о передаче. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок